добрый день всем сегодня на ваш суд я хочу представить очень интересный расклад четко мне обратилась женщина и она меня попросила разложить на ее личную жизнь на то как у нее будет складываться отношения мужчины значит предыстория женщина уже возрасте ей под 50 и она выходит замуж за мужчину который ни разу не был женатый переходит жить в его дом и значит на днем на одном участке находятся два дома дом вот где она живет с мужем и в другом доме живет его сестра у сестры есть единственный ребенок и две внучки и вот такой вот вопрос как будет развиваться ситуация как эти обстоятельства в личной жизни и давайте мы с вами посмотрим какие же основные события выпали что нам хотят показать карты и здесь мы видим давайте по пойдем по алгоритму рассмотрим сначала угловые карты которые задают тон всему раскладу я делала расклад на год поэтому вот это эти главные события которые будут проходить основной темы в течение этого года и мы здесь видим что основная тема это известие связано карта букета очень часто означает как вот деньги такие да или наследство и мы здесь видим что будет крутиться весь вопрос связанный с наследством потому что вот когда попадает карта письма букете это вот очень часто проигрывается что какое-то наследство дальше в доме ее мужа мужчины будет некий шанс который будет представлен ему для вот оформления этого наследства и будут какие-то препарствия какие-то будут испытания обман хитрость связано со всем этим вот это основная тема но так как она же мы здесь видим она у нас вместе попала с мужчины можем сказать что они близки друг другу но хотя они здесь и повернуты в разные стороны а то есть какие-то недопонимания но они как бы вот очень близки друг другу и тема одного человека тянет конечно за собой и другого и здесь вот в данном случае это и происходит вот давайте посмотрим а чье это наследство 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 это ее которое она будет оформлять да или это мужа и мы здесь смотрим смотрите давайте посмотрим мысли мужчины мысли мужчины острой ситуации с мамой карта у нас луны в косе значит луна это женские энергии часто обозначает мать и когда она появляется в косе это значит острая ситуация связана с мамой связана с разговорами с деньгами и связано вот какие-то переговоры идут вот семейство становится понятно давайте дальше посмотрим он у нас идет на лилии солнце когда попадает солнце в лилии это очень часто говорит об имуществе каких-то вот имущественных пробах и плюс это вот солнышко оно идет на дом значит это вот недвижимость да то есть после что-то связано с мамой а мы видим что у нас в луне если мы просмотрим у нас идут совы совы это означает что духи да что маль мамы нет в живых и рядом карты звезды и метла они подтверждают о том что у человека умерла мама сейчас стал вопрос о наследстве о наследстве родительского дома потому что вот рядом стоят видите выбор связаны с домом естественно вот они живут в доме его матери и вот этот вопрос сейчас конечно для них стал актуальным и для этой женщины в том числе что же здесь происходит давайте посмотрим и вот мы если возьмем теперь саму женщину она у нас выпала в доме сада дом сада это значит какое-то общество которое для нее играет важную роль и сама карта сада попала в ребенка это говорит о том что она сейчас больше общается со своим ребенком да у этой женщины есть взрослая девочка дочка с которой находится от нее далеко и она вот сейчас как бы вот отвернулась от всех этих проблем которые от всех этих дрязг которые сейчас происходит с этим наследством и вот больше общается с дочерью если мы посмотрим на что же вот сейчас вот опирается эта женщина ну и мы здесь видим что опирается на вот в ее доме какая-то острая ситуация связана с этой недвижимостью о чем я говорила что она тоже и и касается о чем она думает это женщина да она думает вот вот у нее какие-то есть негативные такие чувства вот уже в данном плане это уже проигрывается не как мама они некие острые чувства связанные вот рыбы это деньги до в метле вы с выметанием или кто-то хочет забрать какие-то деньги и вот эти вот переговоры связанные семьей также вот эта карта дамы значит и эта дама идет на мужчину значит с сестрой значит идут споры по поводу наследства связанные вот с тем что не поделит они вот этот дом в котором они сейчас живут и смотрим дальше эта женщина она у нас зеркалит на гроб который находится в книге это говорит о том что есть некая тайна которая будет открыта и в книге мы видим письмо это значит говорит о том что это связано все таки вот с каким-то оформлением да с какими-то бумагами которые откроются и и корреспонденция идет у нас в аистах тучи это говорит о том что через все это будет какая-то непонятная ситуация будет будут перемены в их жизни и и в том числе и давайте посмотрим дальше если мы хотим узнать что же будет дальше тут все открутиться около дома и если мы посмотрим основная вот эта волоса центральная да она тоже говорит о том что вот как бы все ее эмоции вот сейчас будут направлены на то чтобы помочь мужу значит а вот с этим наследством чтобы его как-то поддержать потому что вот смотрите в доме дерево находится крест это говорит о том что какой-то родственник умер дальше идет в лисе идет вот сердце такое то том что чувства какие-то были корыстные да то есть вот и смотрим откуда эти вот чувства связаны с домом дома вот дом у нас крысок то есть вот как бы что-то грызет этот дом да а что вот мы смотрим дом у нас идет на аисты это перемены и это дама то есть это сестра и плюс идет на карту звездах у нас идет башни это говорит о том что пошло обращение в суд что не поделят они это и вот это вот как бы поэтому у нас дом выпал в крысы то есть это когда идет вот тележ этого наследства кому что достанется да и здесь вот эти фальшивые какие-то чувства уже вот эти семейные чувства между мужчиной и сестрой уже становятся как бы вот вот эти чувства раньше они были когда была мама они были близки друг другу высказывали друг другу любовь а когда мама умерла оказалось что все эти чувства фальшивы и теперь друг другу как бы стали враги дальше значит мы смотрим если мы смотрим дальше то вот дом у нас стоит на луне и на сова потому что это говорили что это родительский дом дом матери которая умерла и через этот дом сейчас идут скажем так большие большая депрессия у этой женщины она втянута вот в эти дрязги в эти вот скажем так все в новые и новые вот видите как бы в кольце крысы да вот то есть вот это каждый день какие-то разборки потому что они живут на одной территории какие-то скажем так поклепы что-то такое нехорошее и они все время обновляются вот эти вот разговоры да и и вот ребенок в горе данном случае как говорит о том что все новые и новые препятствия происходит у нее вот с этим и дальше мы смотрим что вот если мы посмотрим дальше то рассмотрим а что же будет развиваться дальше и у нас и если мы посмотрим совы они у нас идут на сад в ребенке это говорит о том что суд идет уже давно что это обновляется и обновляется то есть выносятся решения они не не согласны подают на на пересмотр этого дела и дело возобновляется и идет вот на мюк когда попадает лиля в медведи это человек власти это я очень часто означает и причем рядом то стоит вот карта башни в звездах ну то есть и дом когда вот падает на книгу это называется вот дом справедливости дом законов это точно суд вот и теперь мы давайте посмотрим значит мы здесь это предположение я у нее спросила что у вас там с домом как тебя это касается да она это подтвердила что действительно у них идут дрязги за это имущество и они как вот живут как на вулкане то ли их выгонят с этого дома то ли как бы они останутся и докажут свои права что в основном за матерью ухаживал ее муж сестра как бы не имела к этому никакого отношения когда стала вот делиться имущество она выявила свои права и мы поэтому здесь видим что лиса именно она у нас вот эти испытания идут через обман через какую-то хитрость и это понятно теперь мы значит давайте посмотрим все по порядку у меня еще вот я обратила внимание на вот такую карту у нас в доме гроба выпала карта дерева и плюс в дереве крест если это трактовать на позицию женщина потому что вопрос-то был про нее и у нее был такой вопрос а что у меня со здоровьем то я вижу здесь что как бы за здоровьем ей надо следить и она у нее не очень хорошее в связи с этими дрязгами потому что смотрите у нас вот само дерево корни пускает вот тучи вот в эту непонятную ситуацию вот в эти перемены которые вот у нее каждый день вот происходят да вот эти дрязги вот это все это влияет на ее здоровье на ее самочувствие дальше если мы посмотрим вот эту вот полосочку да и нам она скажет про именно про то что что у человека на что обратить внимание ну первое значит на ее эмоциональное состояние то есть это эмоциональное состояние конечно сказывается этот весь негатив который льется друг на друга несет ей болезнь сейчас как бы эта болезнь она еще не выявлена потому что вот карта болезни карта гроба она находится у нас в книге еще пока не выявлена но как бы идет заикарение этой болезни болезнь начинает прорастать в ее организме плюс вот это дерево оно же зеркалит у нас в корабль который находится на якоре то есть вот это говорит о том что болезнь это заякаривается и надо обратить внимание на это дальше если мы посмотрим куда же зеркалит у нас карта дерева то мы видим что она зеркалит на карту ключ и говорит о том что этот вопрос надо решать то есть обратить на это внимание пока что есть шанс все это остановить пока это все в зародыше приостановить это все потому что обратите внимание если этого не сделать то корреспонденция карты дерева это карта косы причем она находится в ее доме и она стоит на этой карте то есть говорит о том что если она сейчас не обратит свое внимание на свое здоровье то это скажем так может закончиться операцией это и мы смотрим значит а с чем же это связано вот если это операция то есть что здесь очень часто вот если мы смотрим что это эмоциональное состояние но оно привело к чему и мы смотрим вот карта это корабль потому что зеркален сюда она часто очень означает печень желчный и рядом с картой дерева в змее у нас гора это говорит о том что это связано скорее всего желчными протоками что там есть камушки что нужно обследоваться и вот здесь эта операция скорее всего будет по удалению желчного пузыря решения ну если мы посмотрим дальше карта карта солнца идет о том что это есть операция будет но она будет успешной ну как бы предупредить надо что обратить внимание на свой желчный пузырь на вот эти камушки которые есть в ее организме теперь давайте посмотрим с вами пойдем дальше значит меня вот интересует такой вопрос на отношения вот ее с сестрой и давайте вот мы этот момент как бы вот просмотрим значит здесь скорее всего вот карта его сестры она показывается несколькими картами картой вот этой дамы пик потому что именно с дамы пик вот идет какое-то вот осложнение да что идет вот вот она хитрая она подала на пересмотр чтобы забрать этот дом и у нас письмо идет вот именно на суд значит карта у нас сестры это у нас пиковая дама и причем она попадает в один столбец с ее мужем то есть говорит о том что вот это действительно они являются родственниками и что между ними вот есть вот эти вот отношения между ними мама которая находится вот и создает эту острую ситуацию то есть эта тема между ними сейчас есть и вот теперь мы посмотрим какие же отношения у них и мы здесь видим что эта женщина она в саде и она общается как бы с его сестрой и она как бы ей вот были они друзьями скажем так друзьями пытается быть друзьями и между ними вот решение вот этой вот этой вот этих проблем дальше если мы посмотрим полосы которые идут от этой женщины то мы видим значит это ее эмоции связанные с выбором и связанные с семьей какими-то разговорами и шансом договориться шансом договориться вот связанное с деньгами да и вот мне еще интересует такой вопрос что что будет с этим наследством кому этот дом достанется тоже этот вопрос очень интересен потому что для них естественно это самый насущный вопрос потому что надо где-то жить и давайте мы вот более внимательно просмотрим вот карту дома еще раз посмотрим и мы здесь видим что дом то любимый в него очень вложено много сил и вот они стоят перед выбором причем выбор это связано вот с каким-то предательством в змее у нас гора с какими-то препятствиями связаны с родственниками которые как бы положили свою лапу на этот дом да и дом у нас будет смотрите идет на деньги на заякорь на деньги и идет у нас на вот солнышко то есть будет прояснение вот этой ситуации и скажем так что будет какую-то долю они будут отдавать за это дом сестре и это скажем так будет не скоро потому что вот если мы посмотрим по диагонали то есть вот идет на будущее выметается да решение вопроса постоянно выметается очень много судов дальше идет вот как бы все новые и новые обновления как не договорятся дальше идет препятствие но через суд все это решится потому что дом у нас смотрите на суд и идет вот на решение вот этих вопросов на решение вопросов то есть все это связано конечно с деньгами с материальным но будет вынесен скажем так приговор и какую-то часть денег они должны будут отдать за это дом естественно тогда вот в материальном плане здесь у них будет не очень-то хорошо и даже вот здесь вот карты говорят о том что в этой женщине деньги будут выметаться выметаться куда а выметаться вот на дом потому что деньги идут у нас вот на дом который находится у нас в развилке выбор дома выбор связан с домом эти как бы кармические испытания связаны с родственниками и если мы теперь посмотрим личные отношения то есть мы вот здесь вот разобрались с этим да теперь мы посмотрим а как же будет вот ее любовь как там отношения с этим мужчиной и мы смотрим что вот этот мужчина ей в этом возрасте он дан как судьбой это как шанс для нее они близки они вместе но у мужчины есть некие тайны посмотрите мужчина падает на книгу в письме есть некие тайны связанные с какими-то бумагами связаны это тоже вот связанные с его матерью что он вот не все договаривает ей он ей не говорит и это связано вот он в этом как бы связано с его окружением связано с тем кому он доверял он очень много ей не рассказывает этот мужчина но это тайна она раскроется женщины будет все ясно и вот здесь вот когда она поймет что он ей не все рассказывать будет какая-то острая ситуация они будут почему он ей не доверяет дальше у нас сам мужчина падает на солнце это говорит о том что ей очень с ним хорошо и она сама падает на солнце на чувства которые у нее есть к этому мужчине но здесь еще я вижу вот такое у нас сердце попало в дом лисы вот когда сердце попадает в дом лисы очень часто проигрывается как любовь неискренняя это со стороны мужчины я имею ввиду любовь неискренная что есть какие-то корыстные цели какие-то корыстные вещи и если мы посмотрим саму эту карту более внимательно какая корысть что здесь что и мы здесь видим что давайте сейчас отзеркалим это корысть связана с домом то есть человек остается один мама умерла он в доме один нужен кто-то чтобы кто-то за домом смотрел убирал готовил и здесь конечно вот в этом есть корысть что нужно женщина ее нужно найти привести там любовь свою привить чтобы она здесь скажем так работала поэтому здесь есть некая корысть связана с домом с поддержанием в ней чистоты читать уже дом и крысы это уже читается как поддержание в нем чистоты кто конечно она будет это делать дальше если мы посмотрим что у нас в сердце сердце у нас карта медведя то есть это говорит о том что надо выбрать сильную женщину которая могла бы вот скажем пахать дальше сердце у нас идет на на всадника и идет на разилку в доме то есть он выбирал эту женщину выбирал такую чтобы она была его видно что она такая активная женщина что она не посидит что она все время будет бегать такая общительная и вот как бы вот вот в этом есть коры со стороны мужчины теперь а долго ли они проживут вот такой вопрос да и я вижу что женщина она вот такая вот скажем терпимая она долго терпит она скажем так человек очень хороший это видно что она попала в дом сада это дом сада то есть она что несет она несет отдых другим людям которые ее окружают несет покой в том числе этому человеку она как бы его опекает она его оберегает и дает ему тот отдых сам мужчина попал в дом башни это говорит о том что он за вот эти что это отношения которые будут с ней они будут стабильными и долгими карта башни это карта стабильности карта долгих отношений ну конечно будет не все гладко как и во всей семье это будут некие такие там разногласия которые они будут выяснять но скажем так что это не будет так критично будут у них ссоры за деньги посмотрите обратите внимание вот у нас идет гроб да и вот идет этот гроб на корреспонденцию на рыбы в метле то есть это вот говорит о том что какие-то неприятные разговоры связанные за деньги какие-то вот скажем неприятные ситуации связаны с тайнами связаны вот связаны с тем окружением которое окружает но это все скажем так не критично и можно сделать вывод что женщина будет долгое время счастлива потому что смотрите она у нас падает на звезды в солнце когда выпадают звезды в солнце звезды это что звезды это далекое будущее да это перспективы отношений и оно выпадает у нас в солнце это говорит о том что это благополучие оно вот заякорено надолго с этим мужчиной ну вот где-то вот так у нас вышло это и я ей разъяснила что ей нужно первое наперво делаем подытожим и говорим о женщине о том чтобы она не вовлекалась вот в эти вот процессы связанные с судом как бы немножко отстранилась от этого потому что это влияет на ее здоровье и может спровоцировать резкий скажем так приступ каких-то там что у нее будет операция потому что смотрите у нас все таки дерево корреспонденция дерева это все таки вот коса в доме женщины это говорит о том что операция поэтому вот чтобы этого избежать нужно конечно же вот эта карта которая изменения пойдут из ее внутреннего состояния депрессии да или каких-то там непонятных ситуаций вот это мы ей посоветуем что желательно от этого ей не вовлекаться все эти судебные дела быть подальше от этого дальше обратить внимание на свое здоровье и вот это вот что все связано с деньгами которые приносят ей болезнь все разговоры причем эти конфликты с деньгами тоже от этого уходить стараться про деньги вообще не разговаривать концентрировать свое внимание только на положительных эмоциях и вот ценить то что она имеет потому что мужчина конечно же есть нотки нотки корысти но это конечно можно его понять и главное что они тут находятся рядом что они проживут долго и это главное как то вот так девочки если есть какие то вопросы задавайте в чате в нашем клубе или норман и мы с вами если что то там не понятно мы с вами это разберем всем пока всем счастья и удачи в прочтении тайн карты норман в течение и либо что это это